Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Нынешний воскресный день, прославляя воскресшего Христа Спасителя, мы еще продолжаем праздновать Его Рождество. И в сегодняшнем евангельском чтении история продолжения воплощения Божьего Сына. И эта история очень страшная. Она говорит о том, в какой злой, искаженный грехом мир, приходит Божий Сын. Бог воплощается, становится младенцем. Он еще не вышел на проповедь, не совершил ни единого чуда, а его уже хотят убить. Царь Ирод, узнав от волхвов рождение царя Иудейского, царя Мироздания, думает, что это кто-то, кто угрожает его земной властью, и говорит волхвам, идите, поклонитесь, а когда найдете его, расскажите, где он, дабы я воздал ему почести. Но мудрые волхвы, поклонившись Богу-младенцу, ушли на родину другой дороги. И тогда разгневанный Ирод повелел избить, убить всех младенцев в Ефлееме от двух лет и меньше. Почему от двух лет? Потому что, видимо, столько и по времени было путешествия волхвов к Богу-младенцу. И вот, рассказывая об этом событии, евангелист Матфей ссылается на Ветхий Завет. Он приводит пророчество Иеремии. Плач в Раме слышен. Рахиль плачется о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет. О чем это пророчество? Рама – это небольшой городок в Святой Земле. Рахиль – это праматерь, и похоронена она в Ефлееме, где происходят трагические события. И, соответственно, Рахиль и стимулизирует собой Ефлеем. И вот плач в Ефлееме, плач праматери Рахиля, слышен в Раме. За семь веков до родительства Христова, где в темнице находится пророк Иеремия. И не только это пророчество приводит евангелист Матфей, говоря о нынешних читаемых нами событиях. Надо сказать, что вообще Евангелие от Матфея открывает все четверо Евангелия. То есть оно примыкает к Ветхому Завету. И согласно древнему преданию, евангелист Матфей писал благовестие Христа для тех, кто был воспитан еще на Ветхом Завете. Поэтому ему было так важно показать, что все пророчества и прообразы Ветхого Завета исполняются и исполнились на Христе Спасителе. Святое семейство, Дева Мария и Осип Обручник убегают в Египет. А затем по смерти царя Ирода возвращаются. И тут Матфей приводит пророчество. Да сбудет среченное пророком коллаголищем, из Египта возвал я сына моего. Это пророчество Осии. Оно о том, что уже было в истории. Когда-то из египетского рабства Господь возвал свой народ. Но опять же все события Ветхого Завета это прообразы того, что в совершенстве открывается уже в Новом Завете. И из Египта пришел на святую землю сам воплощенный Божий Сын. И еще одно, третье пророчество в сегодняшнем чтении. Причем пророчество, которое не дошло до нас письменно. Евангелист говорит, что когда святая семья пришла в святую землю, то поселились они в Назарете. Да сбудет среченное пророком, яко Назарей наречется. Назарейство это один из видов служения Богу, посвящения себя Богу на некоторое время. Спаситель не был Назареем, но вся его жизнь земная и была посвящена Богу и Отцу. А наша жизнь должна быть посвящена Ему. Когда-то Блаженный Абгустин говорил так, для себя Ты сотворил нас Господи. То есть наша жизнь принадлежит Христу Спасителю. И Рождество и есть показатель того, что Бог стал человеком, Бог пришел к нам, чтобы мы не были одиноки, чтобы мы не уходили в небытие, а чтобы в нашей жизни был смысл, была любовь, был свет Божьей любви. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok